Добрый день! С вами телепрограмма «Земля и люди». Другий месяц белорусские предпринимательники працуют в условиях обязательной сертификации товара. Предпринимательские шерги поделились на несколько фракций. Частка по-разному чекает суду в выгляде отмены знаками того указа 222. Частка вытремливает паузу в чекании послабления, а частка працует, понимая, что морновать час – нелепший вариант для бизнеса. Тем временем, держава получает предприниматель свои предложения по распространению работы. В люте 2016 можно смело назвать месяцем отчиненных зверей, до встречи с предпринимателями что день готовые все оптовые базы Брестской области, а на выставах товаров легкой промысловости – знакомство с продукцией буйных и дробных вытворцев Беларуси. Что касается Легпрома, то здесь показана фактически вся республика. То, что здесь представил, это, не побоюсь слова сказать, менее 10% что он производит. Но самое главное, что здесь есть как представители Легпрома, которые могут сказать, мы можем произвести даже то, чего мы не производим сейчас, но что вы у нас попросите. Горячая дискуссия и гучный диалог между творцами и продавцами мог чимать разом найти шлях до выникового сопротивленности, потому что потребу имеют как одни, так и другие. Обрадовало то, что есть все-таки какое-то разнообразие обуви, в том числе и спортивные. Я торгую спортивной одеждой и обувью, был удивлен. Взяли документы, прайсы, ознакомились с моделями, с ценами. Ну, будем думать и решать, как это, работать в нынешних условиях. Такие выставки нужны, в этом должны быть в первую очередь заинтересованы не как предприниматели, а как сами производители. Нам бы хотелось, конечно, продавать продукции больше. Мы готовы сотрудничать и выслушать все предложения. Насколько это получится сейчас быстро, покажет время. Но мы готовы работать, стараться идти вместе с нашими предпринимателями. Таким чином, по коль предприниматели учатся працовать в новых умовах, белорусские вытворцы учатся, выпускают тое, что саправды запотребовано и выгодно продавать. На сегодняшний день предприятия уже активно работает с СПшниками. У нас в каждой области есть свой региональный склад, где СПшник может прийти и выбрать любой комплект, единичную, даже единичную одну штучку, и получить его в тот же день. То есть это занимает немного времени, порядка 30 минут, и клиент может выбрать все, что ему необходимо. Также мы дальше прорабатываем вопросы по работе с СПшниками, по развитию сети своих собственных магазинов. Не обыстись, конечно, и без импорта. Головное, как троплял Белоруссион легально, и сегодня в области ее есть те, кто готовы уготым допомогать. Мы готовы предложить как обувь, имеющийся у нас в наличии на складе, вот она у нас представлена на стенде, так и готовы оказать услуги по доставке обуви, по изготовлению всех необходимых документов, по растаможке этой обуви и последующей отгрузке для индивидуальных предпринимателей уже с полным пакетом необходимых документов. Подчас дискуссии пропоновой от предпринимателей участию в адрес присутствующих керавников ведомства, отказанных за сферу гандлию. Ведовочно диалог складанный, але ее не есть, и это уже крок наперед. Это очень хорошо, что для нас что-то делает, что показывает. Каждый предприниматель теперь увидит, что у нас есть и чего у нас нет. Надо сделать не такую вот выставку, как сегодня, однодневно. Надо, чтобы был в Белоруссии центр. На фоне Бреста, либо же Гродно. То есть те города, которые работают. И там должна показана быть вся наша легкая промышленность, начиная от АЛМ и заканчивая маленьким цехом по отшиву. Допомогти индивидуальным предпринимателям працевать на рынку легально готовы и Центр поддержки предпринимальников. Компания «Приватная» на рынку послух 2006 года. Мы можем помочь заключить договор с европейским поставщиком, привезти ему эти товары, сделать сопроводительные документы, произвести таможенное оформление и выдать ему здесь, в Бресте, товары по накладной, вплоть до доставки на его личный склад. То есть если у предпринимателя есть желание работать легально, есть желание работать с документами, и он понимает стоимость таможенного оформления, и то, что это на самом деле совершенно не страшно, он со временем научится делать эти документы самостоятельно, до выхода, конечно, ситуации есть. За предоставленные послуги Центр поддержки предпринимательства возьмет 5% комиссии от суммы партии товаров. До речи, первая консультация бесплатная. По подликах засновальницы Центра Вольги Калтунчик транспортные, мытные пошлины и выдатки на отримание сертификата заказчику обойдутся кля 40% от собекошта товара. Речь идет о совершенно небольших суммах в рамках бизнеса. Я думаю, что в пределах 30-40% эта себестоимость у него вложится. И он будет иметь товар по всем накладным и со всеми прочими документами. С товарами российской вытворчести Таней Яны не подлегают мытному податку. Российский сертификат у Беларуси потребует только подсвержение, конечно, коли он есть. Оформить документы, ввезенные с любого московского рынка, не получится. Для этого нужны легальные поставщики, официальные и определенный шаг в развитии своего бизнеса делать придется. Отповедно с законодавством сегодня працуют все буйные компании-импортеры. Кто не вытремливает, заходит, мощные застаются. Законы рынка, ровные умовы повинны быть створены для всех его субъектов. ИНШЕ ПИТАНЬЯ ТІ ГАТОВЫЯ ДАГЭТАГА САМІ ПРЕДПРИМАЛЬНИКИ. ГЭТА – БРЕСТСКИЙ РЫНАК ЛАГУНА. КАЛІ НА ПАЧАТАК СТУДІНЯ ТУТ БЫЛО ЗУСІМ ПУСТА, ТО СІННЯ ГАНДАЛЬ ПАТРОХУ ОЖИВАЯ. Есть тенденция возвращения индивидуальных предпринимателей на свои рабочие места. На сегодняшний день вышли на работу 180 человек. Некоторые берут белорусских производителей товар и выходят и торгуют. Кто сте гандлюе белорусским товаром, кто сте замежным сертификованным. Есть и те, кто приходит поглядеть, как справы у былых соседей по рынку. Я не планирую выходить на работу. Сертификация – да, два-три дня, никаких вопросов. Но цена ее, и кто за эти деньги что купит. И все же, большинство индивидуалов настроены оптимистично. Мы хотим работать, чтобы все у нас было правильно, чтобы не стыдно было проверяющим органам показать все наши документы. Надеемся, документ уже предварительно готов. Мы думаем, что 1 марта будет уже подписан, и мы сможем с 1 марта выйти на работу. Очень надеемся на сниссоржение нашего правительства. Есть сирот предпринимательников и ты, для кого знакомитый указ 222, обернулся с усим нечеканным боком. Проблемы с пошуком сертификатов они давно вырослили. Нашли фирмы, которые работают со всем пакетом документов с белорусами. И российские все производители работают с белорусами и с документами. А вот разумения сбоку коллег не знайшлося таких же предпринимательников, чьи места сегодня пустуют. От них, говорится Людмила, чего только не наслухалося. Утемлику и погруз. С рынка, которым мы портим статистику на рынке, мы должны тоже не работать, как они поддерживают. Себе вы будете, да? Да. Но дело в том, что у меня остатки давно закончились. Я должна была бы остывать 1 сентября, начинать, или что мне было делать. Тогда бы меня не поддержали. А теперь я получаю штрейхбрехер, заложник этого рынка. Пусть идят дальше, пусть не работают. В этой ситуации побеждает сильнейший, ну что сказать. Чему по неописанных законах на толпу виноватым оказывается той, у кого все добро, не разумея и Галина Полищук. И вельми спадяется на перемогу здорового сенсу и сумленья. Вот видите, мы с документами оказались заложниками пустого рынка. Какое там оно дорого стоит, оно нормально стоит. Вот мы, например, я заказываю, мне привозят сюда товар сразу с документами, с сертификат, накладная, все, я спокойно работаю. И мы уже давно, мы уже пятый год, пять лет уже мы на накладных игрушке. Так что вот я просто желаю, чтобы нашли компромисс, в конце концов. Мне просто жалко, люди, не должно быть так, поверьте, не должно быть так. Одной из новых форм взаимодействия индивидуальных предпринимательников и оптовых баз стала горячая телефонная линия управления гандлю Брестского обловы Конкама. Звертаться на ее можно в будние дни по опытаниям поставок товаров легкой промысловости, замежной и айчиной в творчестве. Основная задача – накеровать предпринимательников до оптовых предпринимателей, организаций гандлю, которые окажут им содействие в доставке товаров. На горячую линию можно поведомить об своих пожеланиях по подширению ассортименту продукции. У Брестской области реализацией товаров легкой промысловости займаются больше за 5 тысяч предпринимательников. Свои послуги у пошуку и поставках оденья, обутку, текстилю им пропонуют Брест-обуток-гандаль, Брест-отденье, Бел-импорт-гандаль, Брест-текстиль-гандаль в шарах инших фирм у тем лику приватных. Оптовые базы пропонуют не только белорусскую продукцию. И когда предприниматель хочет отримать выработки конкретного замешанного вытворца, оператор сам набивает, докладывает, сертификает товар и передает его заказчику с всем комплектом документов. Сучасное строительство новых вытворческих объектов и реконструкцию существующих диктуют рынковые условия предпринимателям всех форм властности. Инвестиционный проект «Организация вытворческих сухих молочных продуктов» ожидают на Берозовском сыроробном комбинате. Новая вытворческая организована на базе Ивановского цеха. Главная значность новой вытворческой импортозамещательная. Выпрацовка инновационных для нашей краины продуктов. В первую очередь молочно-тлушевого концентрата, который по колю Беларусь импортуется. Новых сухих молочных сумесей для вытворчества мороженого для применения в кондитерской промышленности при выработке цукера кипячения. А так же традиционной продукции сухой сметанки, сухого натурального обесплущенного молока и других. Сегодня мы можем говорить, что наш проект «Организация производства сухих молочных продуктов» в Ивановском цехе Березовского сыродельного комбината уже завершен. Когда мы этот проект рассматривали, мы рассматривали несколько аспектов. Прежде всего, это, конечно, инновационный проект. Мы получили продукт, который до этого времени ни на одном предприятии в Республике Беларусь не выпускался. А именно молочно-жировой концентрат, произведенный из кислых видов сыворотки. Он необходим для страны, он необходим и для нашего производства. Для производства заменителя цельного молока. До речи, составные молочно-тлушчевые концентраты – рослинные кущи и сыворотка. Люблю приводить простой пример. Ни вы, ни я, ни наши дети не любят, когда нам дают суп, в котором жир плавает сверху. А маленькие телята, тем более, они такое пойло пить не будут. Поэтому суть вот этого жирового концентрата и состоит в том, чтобы он находился внутри в пойле. Чтобы теленок выпивал, и он на него положительно действовал. И очень сложное здесь слово, да, присутствует? Микроинкапсулированный жировой концентрат. Это очень сложно вработать жировой шарик в сывороточный белок, чтобы можно было транспортировать, потом разбавлять в теплой воде, чтобы не разрушалась именно структура вот этой мицеллы. Потому что если просто жир с молоком помешать сухим и наложить поддон, то снизу жир выдавится, а он должен быть очень тщательно вработан. Жировой шарик должен быть окружен белком полностью. И эта структура должна сохраняться на всем моменте производства продукта. И дальше, когда он попадет на ферму, где его будут разводить в тепленькой воде, он должен остаться в таком же виде. Мы изучали очень много. У нас была возможность побывать на многих предприятиях на Западе, производимых данной продукцией, при том на самых современных. Мы были в Польше буквально в прошлом году с Леонидом Ивановичем на совершенно новом заводе, который с нуля построен на сегодняшний день. Очень много взято именно из их технологии. И мы считаем, что мы на сегодняшний день взяли самую современную технологию. Ну и так должно быть, по-другому не может быть в наш век такой развивающийся, быстрый. Дагедуль – молочно-тлущевый концентрат. Закупался у Польши, Голландии, Германии. И, конечно, на это тратились финансовые средства, финансовые средства в валюте. То теперь мы сами производим его и для себя, и уже будем поставить этот проект, продукт на экспорт. И зарабатывать на нем самую валюту для страны. История новой вытворчасти – классичная. В 2007 году Ивановский молочный завод долучили до Берозовского сыроробного комбината. У спадщину основному предприятию разом с цехом досталось и незавершенное будовництво. Завода по вытворчасти детское харчевание для потреб усяго Советского Союза. Необходность в этом отпала, а великая пляцовка с колонами и частковым перекрытием засталась. Некольки годов тому ее одну участку перообстолевали под выпуск заменальника натурального молока. В Односинах же другое керавництво Берозовского сыроробного комбината и распроцовало проект «Организация сухих молочных продуктов». Практически все работники комбината этой темой занимались, наверное, лет 10. И когда вначале была вот такая идея, просто идея, она была невозможна к реализации, потому что отсутствовали такие технологии переработки молока. И когда мы еще этот проект рассматривали даже 6-7 лет назад, мы понимали, что хорошо бы сделать, но нельзя было из-за отсутствия технологий, из-за отсутствия аппаратов, которые сегодня мы видим, и благодаря чему теперь стало вот это все возможное. Потому что молочная промышленность, она получила очень уникальные условия. Проект «Перамогу» – тендеры на выкористание инновационных средств Брестского облавы Канкама. Увайшову державную программу развития молочной галины на 2010-2015 годы. Будовничество финансовалось по трех накерунках. Державная поддержка, льготный кредит открытого акционерного товариства Банк-развитца Республики Беларусь в властные сроки предприемства. Цех будовали и одночасово монтировали обсталевания. На все пошло три года. Перед новогодними святами цех запустили в работу и отримали первые узоры продукции. Первые партии молочно-тлушевого концентрата. Реализация данного продукта будет осуществляться на сегодняшний день в трех направлениях. Часть продукта мы будем использовать для собственных нужд для производства заменителей цельного молока. Часть продукта будем продавать предприятиям Республики Беларусь, производящим заменители цельного молока. И часть продукта будет реализоваться в Российскую Федерацию на экспорт. Напрацовывается в связи с Кыргызстаном на аппаратку дня питание цены и якости. Якость коллектив берется забеспечить, а цена будет формироваться. На сегодняшний час до тонкости отпрацовываются технологии с тем, как до дневния выйти на проектную могутность. Мощность цеха перепрацовывать в сутки до 600 тонн любой сыворотки и выпускать каля 30 тонн готового продукта. Работается очень интересно, потому что это все новое, интересное, захватывает то, что это единственное производство на постсоветском пространстве. Удивляет интерес людей, которые работают на этом производстве непосредственно, с каким интересом, с каким воодушевлением, любопытством они идут на работу, учатся всему. Нету ручного труда, все автоматизированное, новшества введены в компьютеризации. Ирина Кирякова и Святлана Данилевич – аппаратчики пастеризации у обезвух у структуры Берозовского сыроробного комбината немалый опыт працы. Меркование об новой вытворчасти, як об вытворчасти зусим нового поколения. Это для нас новое, как работает нанофильтрация, что там происходит, как разделяется концентрат фермиат. У нас очень интересно разделение воды от солей, очищается вода. Мы все время говорим о таких высоких материях, как нанотехнологии. На этом заводе продемонстрированы все современные методы обработки молочной продукции. Это и микрофильтрация, это и нанофильтрация, это и обратный осмос. Поэтому мы можем говорить, что в результате реализации этого проекта мы достигли существенно материала емкости самого производства продукта. То есть теперь с одной тонны продукции мы можем, сократив затраты, произвести больше конечного продукта. Для головного инженера, открытого акционерного товариства Берозовский сыроробный комбинат Леонида Качины, реализация проекта «Справа гонору» выник працы многих годов у спробах выработать молочно-тлощевый концентрат. Кабыть упевненными, что все отримается после запуска цеха, с уместно звучанными Институтом мясомолочной промысловости Национальной академии наук Беларуси процесс моделировали. Моделировали технологию, работали с готовым продуктом для производства его в дальнейшем разные кормовые смеси, в том числе из ИЦМ, для поросят, для телят. Поэтому при запуске у нас уже был самый минимальный риск, что у нас что-то не получится. За новым цехом предприемство отримало махчимость быть больше маневрованным при изменении конъюнктуры на внешнем и внутреннем рынках. Это оборудование, оно универсальное. Если изменится рынок, изменится цена на продукт, на этом же оборудовании можно выпускать и другие виды продукции. Это и сыворотка сухая, сыворотка обогащенная лактатами, сыворотка демерализованная, молоко цельное, сухое, молоко сухое обезжиренное, сливки сухие. Под вытворчность забеспечена сыровинная зона. У нас имеются три площадки. Это Березовский сродильный комбинат, Ивацевичский цех и Ивановский цех. Это около 200 тонн сыворотки. И у нас еще есть один поставщик на сегодняшний день. Это Ляховичский молочный завод, который нам будет поставлять тоже свою сыворотку казеиновую, концентрированную. Кроме Ляховича, это будут еще, у нас уже нарабатываются контракты с Пружанами, молочным заводом, с Кобринским молочным заводом. Цех сдолили запустить с наявной колькостью людей у коллективе, але при дальнейшей работе, при выходе на проектную могутность продвачатся новые рабочие месяцы. В результате реализации этого проекта все наши работники могли проявить именно свой талант, свои знания, которые люди в себе накапливают, но иногда не могут реализовать. В рамках работы над этим проектом плотно с проектировщиками работали все наши специалисты. И поэтому каждый человек смог внести свою лепту в осуществление вот этой мечты, вот в этой нашей затеи. Кожную ранницу мы прачинаемся новыми. И у нас есть махчимость почать день с чистого листа, творочи себе и свой свет такими, якими хочем бачить мы сами. С вами была телепрограмма «Земля и люди». Добробыт у всем и здоровья. До наступной сирады. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова